— Ты что, и правда думаешь со мной развестись? — язвительно спросил Борис Петрович, когда в очередной раз скандалил со своей супругой. — Это ж просто курам насмех. Нам с тобой уже внуков пору нянчить, а ты разводиться собралась. Вот умора-то, только ленивый над нами не посмеётся. — Нет уж, дорогая, никакого развода не будет, даже не мечтай, а жить я буду так, как считаю нужным. В конце концов, я это заслужил, и на старости лет имею полное право ни с кем не считаться, даже с тобой. В последние несколько лет отношения между супругами не ладились, что, впрочем, было совершенно неудивительно. Вере Леонидовне уже от мужа давно было ничего не нужно. Прошли те времена, когда она была любящей и страстной. Сейчас уже возраст не тот. Женщину всё больше интересовали проблемы со здоровьем и будущее сына, который уже несколько лет как был женат, а наследниками так и не обзавёлся. — Ну когда уже, когда? — допытывалась женщина. — Когда уже, наконец-то, твоя Любка удосужится подарить нам внука? — Слушай, сынок, а ты часом ничего от меня не скрываешь? Может быть, твоя жена вообще бесплодная? Так тогда разводиться нужно, пока не поздно. — Я, конечно, не сторонник подобного. Коль поженились, так раз на всю жизнь. Но как без детишек-то жить? Уж сколько лет вы вместе? Пора подумать о малышах-то. Мы с отцом не молодеем, сам понимаешь. Как-то не хочется в могилу лечь, а внуков так и не увидеть. Анатолий пропускал слова матери мимо ушей. Им с Любой и вдвоём было неплохо. О том, чтобы завести детей, они даже не задумывались. Она не хотела, а муж не настаивал. Так и жили в подаренной на свадьбу родителями Анатолия квартире и бед не знали. — Хорошо, когда папа бизнесмен. — рассуждала Люба, которая вытянула счастливый билет, выйдя замуж за Анатолия. Сама она была родом из небольшого города. Родители Любы были чертовски бедны. И, наблюдая за тем, как они живут, она совершенно не хотела такой судьбы для себя. Поэтому, как только Люба достигла совершеннолетия, сразу же уехала в большой город, где спустя некоторое время и познакомилась с Анатолием. Он был поздним ребёнком в семье, самым желанным и любимым. Родители делали всё, что только могли, лишь бы сын был счастлив. Конечно, ни отец, ни мать не были в восторге от того, что Анатолий решил связать свою судьбу с провинциалкой. Но, не желая ругаться с сыном, смирились с этим. — Как бы там ни было, а ты уже не юнец, сынок, — рассуждала Вера Леонидовна, когда Анатолий изъявил желание жениться. — Ты знаешь, что раньше я была категорически против подобных неравных отношений. Но раз уж ты определился, то ладно уж, женись, только квартиру мы на тебя подарственной оформим, чтобы в случае чего твоя Люба не могла у тебя её оттяпать. Борис Петрович отнёсся к женитьбе сына абсолютно равнодушно. В тот момент мужчина находился в глубоком эмоциональном кризисе, который всё сильнее набирал обороты. Он размышлял о жизни и о том, что прожил её не так, как хотел. И не стоит. Но что-либо менять было уже слишком поздно. Именно в тот период жизни мужчина и начал изменять жене. Вера Леонидовна догадывалась, что муж ей неверен. Уж слишком часто он задерживался в своём офисе и возвращался за полночь. Да и выходные регулярно проводил вне дома. Женщина, конечно, ревновала, но пока поведение мужа не переходило допустимые границы морали, она мирилась со всем происходящим. До определённого момента Борис Петрович не позволял себе выпячивать перед женой свою личную жизнь. Изо всех сил старался скрывать измены. Врал, изворачивался, оправдывался, когда якобы задерживался на работе. Вера Леонидовна и представить себе не могла, что когда-нибудь мужу хватит наглости привезти одну из своих девиц в дом. «Ты что, с ума сошёл?» Возмущённо воскликнула она, когда мужчина, как ни в чём не бывало, заявил о том, что хочет пригласить в гости свою хорошую знакомую. «Она поживёт у нас какое-то время», — сказал Борис Петрович. «Поживёт со мной. Пойми меня, пожалуйста, правильно. Мне надоело скрываться. Тем более, что ты давно всё знаешь, просто не говоришь. Но я-то вижу, что ты в курсе, что я пропадаю не на работе и не на даче с друзьями». «Я и подумал, что пришло время, так сказать, расставить все точки над «и». Тебе всё равно от меня уже давно ничего не нужно. Мы даже спим в разных комнатах. А у меня ещё потребность. Да, я не молод, но вполне силён. Тебе этого не понять, а я так устал врать. Ты себе просто не представляешь. Давай будем честными друг с другом. Мне кажется, что так будет лучше и для тебя, и для меня». Вера Леонидовна опешила от наглости супруга. Чего-чего, а такого она от него точно не ожидала. Сначала женщина даже подумала, что муж не в себе. Но, когда поняла, что он говорит абсолютно серьёзно, разозлилась и устроила скандал. «Если ты приведёшь в наш дом свою потаскуху, то я подам на развод», — воскликнула она. «Ишь, что ещё удумал? Старый ты хрыч, из тебя уже песок сыплется, а ты решил гульнуть на старости лет. Так гуляй, нет проблем, на здоровье, только не у меня на глазах. Столько лет не афишировал всё это, а тут вдруг на террас. И ладно бы ты квартиру снял или купил, и туда со своей шваброй переехал. Ты хочешь свою прошаболду в наш дом привезти? Как тебе вообще такое в голову могло прийти? Всё ли у тебя с головкой в порядке? Не допущу я этого никогда! А если посмеешь против меня пойти, то я не только твою швабру, но и тебя вместе с ней с лестницы спущу». Угрозы жены никак не повлияли на решение Бориса Петровича. Мужчина уже давно размышлял о том, что было бы неплохо совместить приятное с полезным, а именно иметь под рукой и жену, и любовницу. Только вот с женщинами ему очень сильно не везло. Все предыдущие пассии ложились с ним в постель исключительно из-за денег. Ну а чем ещё мог заинтересовать молодых девиц старикашка пенсионного возраста, рядом с которым стоять-то противно? Как только находился вариант получше, любовницы уходили. А Борис Петрович снова оставался один и прикладывал неимоверные усилия для того, чтобы заинтересовать очередную цыпочку. Но с каждым разом девушек, готовых оказывать ему интимные услуги взамен на солидное вознаграждение, становилось всё меньше и меньше. Всё-таки мужчине было уже далеко не сорок, и даже не пятьдесят. Борис Петрович старел и постепенно сдавал. А коротать время, сидя на диване рядом с такой же, как и он сам, дряхлой женой, ему совершенно не хотелось. В конце концов, эта неутешительная перспектива всё равно настигнет его. Но лучше, чтобы это произошло как можно позже. Борис Петрович изо всех сил старался оттянуть этот момент. А спустя некоторое время пришёл к выводу, что может избежать подобного неутешительного сценария. Чтобы больше не терпеть поражений на любовном фронте, мужчина решил обратиться в агентство, которое ему посоветовал старый добрый приятель. Глядя на его цыпочку, которая ходит на задних лапках и выполняет любое пожелание, Борис Петрович даже завидовал другу. «Вот бы мне такую!» Вздыхал он каждый раз, когда приезжал в гости к Семёну Яковлевичу и глазел на его надежду. «Только вот где такую взять-то?» В отличие от Бориса Петровича, мужчина был вдовцом. Свою жену он похоронил несколько лет назад. А спустя некоторое время, когда скорбь отошла на второй план, а её место заняла смертельная скука, Семён Яковлевич решил, так сказать, тряхнуть стариной. Естественно, жениться на надежде он не собирался. Это было бы просто глупо. Наследники у мужчины были, целых двое. И ещё один раскрытый род, претендующий на его миллионы, был Семёну Яковлевичу не нужен. А вот поразвлечься – это совершенно другое дело. Правда, обратившись в агентство, ситуацию он обрисовал прямо противоположную. Поведал трогательную историю своего вдовства и полчаса рассказывал, как ему не хватает нежности, любви и тепла. И что он непременно хочет создать новую семью, только на этот раз с молодой и красивой девушкой, которая могла бы подарить ему наследников. Правда, сначала было бы необходимо пожить вместе, получше узнать друг друга и так далее, и тому подобное. Семён Яковлевич врал и не краснел, и даже не задумывался о том, какое разочарование испытает надежда, когда поймёт, что потратила своё драгоценное время на дряхлого старикашку зазря. Никакого богатого и почти что находящегося на смертном одре мужика ей не светит, и всё, что остаётся – это искать новый кошелёк. Только в этот раз желательно, чтобы он был чуточку помоложе. Борис Петрович решил воспользоваться рекомендацией друга и пойти протарённой дорожкой. В рекомендованном приятелем агентстве мужчина попросил подобрать ему подходящую девушку для совместного проживания. Ну и не только. «Вы планируете поселить свою будущую спутницу в одной квартире со своей женой?» – удивлённо спросила хозяйка агентства, выслушав пожелания Бориса Петровича. «А вы уверены, что это, как бы помягче сказать, удобно?» «А вам-то какое дело?» – огрызнулся мужчина. «Я готов платить деньги. Разводиться я не собираюсь. Мне просто нужна любовница. Ну и хозяйка дома в одном лице. Мы с женой уже люди немолодые. Прибираться, готовить, следить за домом – нам всё это тяжело. Оселить у себя лишних людей мне бы очень не хотелось. Нужно, так сказать, совместить. Поэтому мне нужна не только молодая и эффектная девушка, а ещё и прекрасная хозяйка, чтобы мне не приходилось думать обо всяких подобных мелочах». Виктория работала в этой сфере не первый год и неоднократно сталкивалась с чем-то подобным, но чтобы до такой степени это было впервые. Желание клиента – закон, и всё, что ей оставалось, – это исполнить его. «Вот наша база», – сказала женщина, протягивая Борису Петровичу каталог с фотографиями. «Выбирайте, а потом обговорим условия. Лучше, чтобы вы рассмотрели несколько вариантов, а потом я уже буду обсуждать с самими девушками ваши пожелания и то, насколько вы, так сказать, совпадаете во взглядах». Борису Петровичу сразу же приглянулась девушка по имени Марина. Что-то в ней было такое совершенно неуловимое. Он даже сам не понимал, почему выбор пал именно на неё, как и представить себе не мог, что он станет судьбоносным. Спустя примерно полчаса Виктория сообщила мужчине, что Марина согласна на его условия, что, безусловно, очень сильно обрадовало Бориса Петровича. Он уже предвкушал тот момент, когда приведёт её в свой дом, и они уединятся. Настолько она была хороша собой, что невозможно глаз оторвать. Ещё ни разу в своей жизни Борис Петрович не видел таких красавиц. «Не зря девочка свой хлеб ест», – размышлял он про себя, не отрывая взгляд от Марининой фотографии. «Наверное, пользуется большой популярностью. Но ничего, на ближайшие несколько месяцев она моя. Ну а дальше, как говорится, поживём-увидим». Судьба у Марины была очень непростой и сложилась не самым худшим образом для сироты, у которой была лишь скромная крыша над головой, которую она получила сразу же после выпуска из детского дома, и больше ничего. Нищету девушка презирала с самого раннего детства. Тот детский дом, в котором она воспитывалась, был настолько скудно оснащён, что порой детям было нечего даже поесть. Не говоря уже о каком-то образовании, наличии техники и прочих удобств. На это якобы не было денег, но на самом деле всё обстояло иначе. Директор был хапугой и все поступления складывал себе в карман. Детям доставались лишь скромные крохи с барского стола. Больше ничего в своей скудной жизни они не видели. Недостойны. Кому нужны несчастные обездоленные сироты? Только когда приезжала проверка, директор лицемерно любезничал с ними, предварительно обставив приют всем необходимым, чтобы наглядно продемонстрировать, вот куда ушли ваши денежки. Но как только проверка уезжала, всё возвращалось на круги своя. Обстановка была довольно-таки паршивой. Со сверстниками Марина не ладила. Всегда была не от мира сего. Девушка буквально считала дни до того момента, как наконец-то покинет этот ад. А когда это произошло, нужно было определяться с дальнейшей жизнью. Марина устроилась работать в агентство не от хорошей жизни, а для того, чтобы заработать на неё, тратить время на скотский труд взамен на копеечную оплату, у девушки не было абсолютно никакого желания. Она хотела получить от этой жизни всё, абсолютно всё, и считала, что заслуживает этого. Не зря же бедная девушка столько лет страдала в стенах приюта, росла без родительской ласки, заботы и любви. Марина, как никто другой, заслужила счастье и благополучие, а каким путём она всё это получит, не столь важно. Девушка была уверена, что не делает ничего плохого. Пока молодая и красивая, нужно этим пользоваться. Рассуждала она, оправдывая тем самым свою деятельность. С тех пор, как Марина устроилась в агентство, она ни в чём не знала нужды. Начала откладывать деньги на новую нормальную квартиру, покупать дорогие вещи и хорошую технику. Казалось, что жизнь наладилась, и Марина даже не подозревала, насколько сильно изменится её судьба после того, как она совершенно случайно узнает правду о своём рождении. «А может быть, мы жену отправим куда-нибудь отдохнуть?» спросила Марина, когда они с Борисом Петровичем уже ехали в машине. «А то чего мы втроём будем жить? Нам с тобой и вдвоём будет вполне неплохо». Мужчина никак не отреагировал на её намёк. До дома они ехали молча. Борис Петрович морально готовился к непростому разговору с Верой Леонидовной, который с большой долей вероятности закончился бы скандалом. Так и вышло. Только кричала жена уже не по поводу того, что обнаглевший супруг притащил в дом девицу лёгкого поведения. Едва женщина увидела Марину, чуть было не потеряла дар речи. Отведя Бориса Петровича в комнату, предоставив незваной гости возможность расследовать их далеко не скромное жилище, Вера Леонидовна усадила его на кровать и спросила. «Ты что, слепой? У тебя зрение внезапно пропало? Ты кого в дом приволок? С ума, что ли, сошёл? Ты посмотри на неё, эта девица, вылитая на штолик! Неужели тебя это ни на какие мысли не натолкнуло?» Борис Петрович хорошо помнил эту старую историю, но у него даже в мыслях ничего подобного не возникало. «С чего вдруг?» – удивился он. «Ты же сама прекрасно знаешь, что этого не может быть. Признайся, что ты просто мне завидуешь, что я нашёл такую молодую и красивую девушку, которая готова ради меня на всё. Тебя просто раздражает сам факт того, что я могу быть счастлив. Поэтому ты готова придумать какую угодно ахинею, лишь бы разлучить меня с моей куколкой». «Господи!» – разведя руками, воскликнула Вера Леонидовна. «Да как ты не понимаешь, что прежде чем ложиться с ней в постель, чего, я надеюсь, ты ещё не сделал, нужно всё проверить? А вдруг мои догадки окажутся верными? Что тогда башкой-то своей старой подумай, а не другим местом? Я завидую твоему счастью? Боже мой, больно надо!» Было бы счастье, купленное за деньги в первом попавшемся переходе. Борис Петрович понимал, что в словах супруги есть доля истины. «А что, если она кажется права?» – подумал он про себя, когда Вера Леонидовна, громко хлопнув дверью, вышла из комнаты. Мужчине было страшно представить, что тогда будет. Этого никак нельзя было допустить. Его размышления нарушила ворвавшаяся в комнату Марина, которая, усевшись рядом с Борисом Петровичем, погладила его по плечу и спросила. «Ну что, где я могу разместиться? Где тут наша с тобой будущая спальня?» Он не знал, как поговорить с ней об этом, поэтому решил, что сделает всё тайно. Проводив Марину в выделенную ей комнату, Борис Петрович постучался к жене, которая спокойно сидела и читала книгу. У Веры Леонидовны был такой непоколебимый вид, что, казалось, в целом мире существует только она одна и её интересы. Женщина была удивлена визиту мужа. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Иди, развлекай свою девицу. Что пришёл-то? Ещё и с таким виноватым видом я тебя не держу». «Да погоди ты!» – воскликнул Борис Петрович. «Я подумал над твоими словами. Возможно, что ты права, и нужно сначала во всём разобраться». Вера Леонидовна была рада, что здравый смысл всё-таки одержал твёрдую и уверенную победу. По правде говоря, она и сама не хотела вдаваться в подробности прошлого. Всё это произошло настолько давно, что женщина на протяжении долгих лет даже не вспоминала про ту историю, которая приключилась с её сыном, когда он ещё учился в школе. Анатолий всегда был послушным мальчиком и беспрекословно выполнял то, что говорили ему отец и мать. Вера Леонидовна даже представить себе не могла, что её Толик когда-нибудь окажется в такой чудовищной ситуации. Но когда сын обо всём рассказал матери, было уже слишком поздно охать и причитать. Вера Леонидовна даже не стала его отчитывать. Она понимала, что самое главное – это решить проблему таким образом, чтобы она больше никогда не всплыла. А тут, вдруг, спустя столько лет, всё случившееся тогда могло вылезти на поверхность, что, разумеется, очень сильно удручало женщину. Но и никакого другого выбора, кроме как проверить свои подозрения, она не видела. И была очень рада, что муж прислушался к ней и согласился поступить так, как она посоветовала. Результаты экспертизы подтвердили опасения Веры Леонидовны. «Чёрт возьми, так я и знала!» – воскликнула она, когда Борис Петрович принёс ей заключение. «Вот не сиделось же тебе на пятой точке ровно, старый ты хрыч! Уже песок из тебя сыплется, а ты всё туда же! И вот скажи мне теперь на милость, что нам теперь со всем этим делать? Между прочим, ты эту кашу заварил, тебе её теперь и расхлёбывать!» Борис Петрович не знал, стоит ли ворошить прошлое и рассказывать сыну о том, что ему удалось выяснить. Для начала мужчина решил поговорить с Мариной, которая провела несколько недель почти что в полном одиночестве. И была искренне удивлена, почему Борис Петрович не обращает на неё абсолютно никакого внимания. Мужчину очень растрогала судьба девушки, которая не просто так выбрала такой тернистый и сложный путь. Если бы у Марины было всё то, что должно было быть по праву рождения, то вполне возможно, что её судьба сложилась бы совершенно иначе. И в отсутствии нормального воспитания и элементарных жизненных благ, виноваты были в том числе и они, Вера Леонидовна и Борис Петрович, которые не приняли юношескую любовь сына и заставили его расстаться со своей школьной любовью. Когда Анатолий узнал о том, что его одноклассница Настя беременна, он очень сильно растерялся и, привыкший во всём и всегда полагаться на родителей, решил честно рассказать им обо всём и спросить совета. Но вместо поддержки услышал лишь одно. «Вы сами ещё дети!» – воскликнула Вера Леонидовна, которую шокировал рассказ сына. «Да и даже если бы это было не так, кто она, а кто ты? Нашёл, с кем связаться?» «Нет, ни о каких детях в таком возрасте речи быть не может. Мы с отцом дадим тебе денег, отдашь своей девочке. И пусть она как угодно решит эту проблему. Приплатит кому надо. Всегда можно договориться. Мне такие внуки не нужны. А у тебя ещё вообще молоко на губах не обсохло, чтобы ты о детях думал». Вера Леонидовна дала сыну денег, чтобы тот помог своей юной красавице решить возникшую проблему. Отчасти Анатолий был согласен с позицией матери. Она была абсолютно права в том, что они с Настей ещё сами дети. Да и что скажут знакомые и друзья? Это волновало Веру Леонидовну не в меньшей степени. «Это у твоей возлюбленной семья дворовая», – рассуждала она. «И им всё равно, что происходит. А мне нет. Твой отец – уважаемый человек, и он вряд ли скажет тебе спасибо за такой подарочек». И в этом Вера Леонидовна оказалась права. Борис Петрович был не в восторге от выхода к сыну. Как только узнал о том, что случилось, сразу же пришёл в ярость. «Я надеюсь, что эта проблема будет решена в самое ближайшее время», – строго сказал он. «Иначе мне придётся принять меры». Настя оказалась в очень сложном положении. «Такого врагу не пожелаешь». Она пообещала Анатолию, что избавится от ребёнка. И даже деньги взяла. Но не смогла этого сделать. Спустя некоторое время девушка пропала. Она перестала ходить в школу. Ни с кем из одноклассников, у кого Анатолий мог бы узнать, что произошло, Настя не общалась. И со временем он выбросил из головы всю эту ситуацию. Родителям сказал, что ребёнка не будет, хотя и не знал наверняка, так ли это на самом деле. Времени много прошло. В школе Настя так и не появилась. Говорили, что её куда-то перевели. «Ну и пусть», – вздохнула Вера Леонидовна, когда сын обо всём ей рассказал. «Это даже к лучшему». На самом деле Настя уехала в деревню к бабушке. Другого выхода у неё просто не было. Старенькая Зоя Ивановна была единственным человеком, кто мог бы ей помочь. На родителей рассчитывать не приходилось. Они бы сжили дочь со Свету, если бы та принесла в Подоле. Для них новорождённая малышка – это лишний род, который нужно кормить. А денег и так в семье не хватало. Жили они очень скудно, и никакого просвета впереди. Настя понимала, что не сможет достойно воспитать дочь. Молодой девушке просто нечего ей дать. И решила отнести её в дом малютки. «Тогда уж в город поезжай», – строго сказала Зоя Ивановна. «Может быть, твоей девочке повезёт, и её кто-нибудь удочерит. Всяко лучше, чем сиротой-то расти. Ну а ты как-нибудь устроишь свою жизнь? Какие твои годы?» Настя всё равно была рада, что родила. Совесть девушки была чиста. Она сохранила жизнь беззащитному ребёнку. А вот судьба её самой сложилась очень трагично. Девушка ушла из жизни во цвете лет. Хотя всё могло бы сложиться совершенно иначе, если бы Анатолий нашёл в себе силы и смелость отстоять свои отношения перед родителями. Да, они тогда были ещё слишком юными. Но и что в этом такого-то? И в более раннем возрасте детей рожают. И ничего страшного в этом нет. Но он не смог. Поэтому старался не вспоминать обо всём, что случилось. Тем более, что был уверен в том, что Настя избавилась от ребёнка и просто куда-то уехала. Если бы Анатолий раньше знал, что у него есть дочь, то обязательно бы помог бедной девушке состояться в жизни. Уже сейчас, когда он взрослый и способен принимать самостоятельное решение, ни за что бы не бросил свою дочь на произвол судьбы. Впрочем, было ещё не поздно, и ему представилась такая возможность. Ведь Марина случайным образом нашлась. «И чёрт же меня дёрнул выбрать именно её!» Рассуждал Борис Петрович, когда вся правда открылась. «Сидел бы ты на своей морщинистой пятой точке ровно!» Журила супруга Вера Леонидовна. «Старый хрыч, а всё туда же! Иди песок подметай, который из тебя высыпался, пока ты от комнаты до туалета шёл. И не позорь ни свою, ни мою седую голову. У тебя уже внучка-невеста, а ты всё туда же. Надеюсь, что вся эта история должна тебя хоть чему-нибудь научить. И после всего, что случилось, ты наконец-то выбросишь из своей глупой головы мысли о дальнейших похождениях». Внезапно Борис Петрович осознал, что он и правда уже очень стар. Хотел напоследок, так сказать, тряхнуть своими возможностями. Да, был их уже нет, а покупать любовь как-то стыдно и глупо. И он понял это только сейчас, когда оказался в столь дурацкой и нелепой ситуации. «Куром насмех!» – продолжала пилить мужа Вера Леонидовна. «Впору уже внуков нянчить. Надеюсь, что Любонька всё-таки наконец-то разродится. А то уже у сына скоро седые волосы появятся, а детей всё нет и нет». Марина была не в счёт, она уже взрослая. Анатолий был рад, когда познакомился с дочерью. Он очень помог ей в жизни. Обретя семью, девушка раз и навсегда рассталась со своим грязным прошлым. А спустя некоторое время после всего случившегося, Люба сообщила семье радостную новость. Они с Анатолием скоро станут родителями. «Ну, наконец-то!» – вздохнула Вера Леонидовна, Которой уже не терпелась понянчиться с внуком. «А то я уж ненароком думала, что от нас с дедом один песок останется, Пока мы дождёмся вашего первенца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова